Снова резонансное убийство, снова средь бела дня и снова в центре Киева. Сегодня утром подорвали машину командира спецназа главного управления разведки полковника Максима Шаповала. Он был одним из киборгов, защищавших Донецкий аэропорт. Полиции уже назвали случившееся терактом. Кто за ним стоит, разбиралась любовь кукла. Взрыв прогремел в 8.20 утра в Соловинском районе Киева. Вот здесь, на пересечении улиц Соловинска и механизаторов, подорвали автомобиль военнослужащего вооруженных сил Украины. Взрыв был настолько сильный, что части машины разбросало аж на 100 метров. Это видео с камер наблюдения. Они зафиксировали, как все происходило. Видно, как столб дыма поднимается на несколько десятков метров над землей. Взрыв слышали во многих районах Киева. Ручный хлопок такой. Было чутно далеко его. Ну, вышли, столб дыма был такой. Уже через несколько минут на место происшествия приехали спасатели, скорая и силовики. Спустя некоторое время в нацполиции сообщили, в машине погиб военнослужащий. Позже в Минобороны уточнили, за рулем был сотрудник главного управления разведки Максим Шаповал. Он погиб на месте. Шаповал был одним из кипргов, освобождавших Донецкий аэропорт. У военного остались двое детей. В нацполиции назвали случившееся терактом. Последность расследования этого криминального проведения. Какой пристрел, какой потужности саморобный или стационарный будет установлено, именно после того, как будут проведены сейчас первые следственные действия на месте злочинного полиции. Делом занимается военная прокуратура. Заявление Анатолия Маттиоса журналисты ждали целый день. Ближе к вечеру он обнародовал некоторые детали произошедшего. Террористический акт был выполнен высокими фаховцами. Сила вибухового пристроя, который был проведен в действие в 8 часов 14 минут, была такая, что на высоте 50 метров, я прошу извинения у родины, что я это озвучу, но больше, чем на высоте 50 метров на высоте первого поверха были найдены части тела загиблого. Основной версией следствия есть российский след. Но есть и неофициальные данные. Их поспешили обнародовать одиозные советники МВД. Илья Киев, к примеру, заявил, погибший полковник ГРУ Максим Шаповал якобы руководил охраной бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в марте этого года. Но в Минобороны заявили, что эти два убийства никак не связывают. А вот другой советник Авакова выдал иные откровения. Он связывал убийство Шаповалов с подрывом машины Павла Шеремета и покушением на себя. Правда, до сих пор не ясно, было ли вообще покушение на Герасченко. Каких-либо данных о ходе следствия нет. Да и сам Аваков громкие заявления своего советника назвал едва ли не домыслами. Любовь кукла Александр Васильченко, Инна Томина и Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер.